Здравствуйте, уважаемые слушатели! В программе «Якутск сегодня» в студии Розалия Ксенофонтова. И сегодня мы говорим о финансовой грамотности. И сегодня в студии у нас в гостях Аниргуяна Решетникова, директор Централизованной библиотечной системы города Якутска, и Рита Якушева, главный библиотекарь библиотеки филиала номер 4 «Встреча». Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте, Розалия! Здравствуйте! Как мы уже знаем, мы много об этом говорим в нашей студии, когда эфиры посвящены финансовой грамотности именно в библиотечной сфере, что Централизованная библиотечная система уже 4 года занимается финансовым просвещением населения, проводит самые различные мероприятия для взрослых, для детей, для пенсионеров. Это и у нас онлайн мероприятия, и оффлайн мероприятия. И, наверное, для многих интересно, почему библиотеки вообще взяли это направление, потому что это сейчас становится очень популярным, и многие организации даже берут шефство над библиотеками, помогают, и гранты какие-то объявляют. И Нергеяна Петровна хотела бы первый вопрос адресовать вам. Вот почему библиотеки сегодня вливаются именно в это направление и берут на себя такую непривычную, может быть, сферу, как финансовая грамотность? Начнем с того, что финансовая грамотность — это одна из сегментов, скажем, информационной культуры. То есть люди должны знать хотя бы элементарные вещи. Вот сейчас у нас же много проблем возникает из-за этого. Переводят деньги по звонку, что-то еще. И чтобы этого не происходило, мы ведем в библиотеках филиала города Якутска такую работу, как устранение, скажем, таких неграмотных моментов именно со взрослым населением. Допустим, вот в смарт-библиотеке проходят такие уроки в четвертом филиале, в девятнадцатом филиале, ну, во многих филиалах, и это очень востребовано населением. Потому что библиотека — это такое пространство открытое, да, где без всякой оплаты просто записываешься в библиотеку, и все, ты уже можешь вот эти лекции прослушать, какие-то мастер-классы пройти. Можно даже задавать вопросы, которые могут ответить компетентные лица. Допустим, мы передаем такой вопрос сотрудникам банков, и они очень доходчиво все объясняют. Рита, вы уже являетесь методистом НИФИ Минфин Российской Федерации, да? За вашими плечами большой опыт в сфере финансового просвещения. Как вы можете, что вы можете сказать о том, как люди сейчас подвержены тому, что мошенники звонят иногда? Ну, вот пару лет назад это были пенсионеры, у нас самая такая целевая аудитория мошенников, да? Как дела сейчас обстоят? Ну, сейчас аудитория мошенников помолодела. Она относительно стала моложе, ну, чем пенсионеры лет на 20, потому что мошенники сейчас ориентируются, конечно, на тех, кто работает. На тех, кто работает и зарабатывает. И статистика уже говорит о том, что чаще всего жертвами мошенников становятся люди от 30 до 55 лет. То есть, если мы говорим о портрете жертвы мошенников, да, то это человек, который работает либо в бюджетной сфере, либо в любой бюджетной сфере, причем это может быть и сфера образования, и медицинская сфера и так далее, да? Вот. И это может быть человек, работающий и в промышленности в том числе, потому что, ну, не секрет, что мошенники ориентируются на регионы, и они знают благодаря той же статистике, да, что какой регион имеет, в каком регионе, точнее, какой уровень зарплаты. Естественно, Якутия у нас, она входит в десятку, и, ну, в 12 число регионов, в которых уровень заработной платы выше среднего, и поэтому мошенники, конечно же, ориентируются на промышленные районы. Это город Якутск, это Мирный, Алдан, Нерингри и так далее. Вот. И как не стать жертвой мошенников? Есть просто один простой способ. Это всегда держать под рукой свой портал госуслуг в мобильном телефоне, чтобы всегда быть в курсе тех моментов, которые происходят с вашими личными счетами, налоговыми вычетами и так далее. То есть любыми взысканиями, возможно, наложениями штрафов и так далее. Потому что все это приходит в госуслуги. И когда человек контролирует свой кошелек таким образом, да, то есть такого человека очень сложно обмануть. И второй очень простой способ – это просто не отвечать на звонки. Просто если вы понимаете, что человек на другом конце провода начинает говорить вам, что он беспокоится о ваших деньгах, то это уже мошенник. Вот. И, конечно же, библиотеки как тут могут быть полезны? Вот Ньюрганна Петровна очень правильно сказала о том, что библиотеки сейчас – это мультимедийные центры, да. И ведь в наших библиотеках почти в каждом филиале человек может прийти, и кроме того, чтобы повысить свой уровень финансовой грамотности, он может еще и открыть портал госуслуги. Он же может там зарегистрироваться и получить учетную запись. То есть здесь вот мы полезны, библиотеки теперь полезны населению и с такой стороны тоже. И цифровая грамотность, да? Да, проект «Цифровая грамотность», который реализуется в смарт-библиотеке, это же уникальный проект, в котором участвуют граждане пенсионного возраста. И сотрудники смарт-библиотеки прямо устанавливают на мобильные телефоны участников этой программы, этого курса, устанавливают необходимые мобильные приложения, то же транспортное приложение, допустим, да, то же приложение госуслуги, ну, то есть все, что полезно. Некоторые даже просят установить приложение НВК САХА. Вот, как мы знаем, да, потому что в одной из передач мы об этом говорили. Да-да-да, как раз Кюней. Да, Кюней была, Варисова, да-да-да. Если говорить о конкретных мероприятиях, которые просвещают и рассказывают о мошенниках, то это такой фестиваль, который проходит уже в третий раз, да, это «Серебряные нить» для пенсионеров. Какие еще мероприятия, Нюльги Анна Петровна, проводятся в стенах школы? В стенах библиотеки, да? Ну, если проект «Онлайн школа финансовая грамотность» не начался в 20-м году и начали с пожилыми работать, да, то уже в 21-м году смарт-библиотекари решили охватить детишек от 6 до 12 лет. И вот на нашем сайте вы можете посмотреть мультфильм «Финансики». Это такой трогательный, хороший мультфильм, который в доходчивой форме объясняет детишкам, да, что такое деньги, как накопить. Так, и очень хорошо заработал проект с подростками, начинает с 22-го года, с прошлого года. Елена Петровна, извините, перебью. Нам сказали, что телефонный звонок поступил. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, да. У меня такой вопрос. А как не допустить блокировку сайта мошенниками? Потому что мошенники серьезно блокируют сайты. Так, а какие сайты? Ну, YouTube, например, ВКонтакте или в каналы куда-то залезают. А, так, это не блокировка, это они воруют аккаунты. Здесь защититься можно только используя именно двойную или тройную защиту. То есть какая это защита? То есть вы регистрируетесь, например, на YouTube или ВК, ВКонтакте. Вы открываете свой аккаунт, и кроме того пароля, который вам приходит в приложении, вы еще делаете дополнительную аутентификацию из себя как пользователя в виде смс, например, который может прийти вам на телефон, смс-кода, который нужно будет ввести дополнительно. Либо же вы можете давать какое-то подтверждение. Например, на разных смартфонах есть разный выбор. Можно по отпечатку пальца входить в приложение и так далее. То есть здесь можно использовать снимок лица и так далее. Кодовые вопросы, слова и так далее. То есть здесь нужно выбирать. И в каждом приложении есть несколько уровней защиты, и их обязательно нужно использовать. Потому что мошенники в таком случае, если вы будете использовать несколько способов защиты своего приложения, то мошенникам будет очень нелегко, а иногда даже невозможно будет взломать ваш аккаунт. Спасибо. Аня Олегенна Петровна, вы начали говорить о преакселераторе. Да, преакселератор — мой бизнес. И как раз в этом году прошла такая школа по следующим, скажем, блокам. Это команда образования, основы финансовой грамотности, цели полагания и тайм-менеджмент, психология бизнеса, самопрезентация и презентация проекта. И мы очень благодарны нашим спонсорам. Это Алмаз Эргенбанку, который предоставил нам призы для первого места, для второго, третьего. И поощрительный приз нам выделил ресторан «Панда и журавль». То есть мы учим детишек и подростков непосредственно таких скучных лекций, что одна говорящая голова сидит и что-то там рассказывает, а именно в виде таких форм, как игры, как соревнования. И вот, допустим, получить для стартапа 50 тысяч, это для первого места был такой приз, это же вообще здорово. Конечно. Дети очень положительно отреагировали и до сих пор отзываются очень хорошо и в новом проекте. Да, в эту субботу как раз стартовал второй «Преакселератор». Да, мы уже получили повторный результат. То есть дети уже между собой поделились впечатлениями, и к нам уже пришли дети, которые уже готовы участвовать в этом мероприятии. И они пришли подготовленными, потому что их друзья им рассказали об этом проекте. И действительно спасибо большое, Нюрганна Петровна, что вы поддерживаете такие мероприятия и даете возможность нам проводить это всё для детей. И хочу заметить, что это всё проводится на бесплатной основе, потому что не все могут платить, скажем, какие-то условно-вступительные взносы. И таких проектов на самом деле должно быть ещё больше. Да, но пока мы единственные. А если говорить о деятельности вообще тоже проекта, то в этом году мы знаем, что проект выиграл и грант Ассоциации развития финансовой грамотности, и начал работу в рамках грантовой деятельности. И вот по финансикам сейчас готовится выпуск комиксов. Ещё какая деятельность проводится в рамках гранта? Да, да, это уже на федеральный уровень уже выходит. И спасибо нашим грантодателям за такую поддержку. Потому что я считаю, что комиксы, наверное, тоже будут очень интересны нашим детям. Да. А в рамках реализации именно гранта Ассоциации развития финансовой грамотности у нас стартует первый республиканский слёт волонтёров-библиотекарей. Это тоже очень большая заслуга работы всей централизованной библиотечной системы города Якутска. И потому что практически в каждом филиале библиотекари принимают участие, проводят мероприятия по финансовой грамотности. И вот мы как раз хотим объединить библиотекарей города, да, и показать библиотекарям из республики, как это можно реализовать и в их филиалах тоже. А какая программа будет у слёта? Что ожидает завтра, послезавтра коллег? Так, ну, коллеги, конечно же, я думаю, что... В предвкушении, наверное. Да, все в предвкушении, все ждут. И, конечно, программа будет очень интересная. То, что, ну, как уже мы здесь отметили в нашем эфире, да, что ни одно наше мероприятие, оно не остаётся без какой-то пользы. И в этом проекте, именно в первом слёте, именно в первом республиканском слёте, больше скажу, да, мы решили дать практические знания нашим коллегам, чтобы это было не просто вот, ну, там, пришли друг друга, наградили, грубо говоря, да, там всем сказали, какие вы большие молодцы. Нет, это будет конкретно семинар, практикум, который будет направлен на повышение компетенции волонтёров-библиотекарей в сфере финансовой грамотности. И мы пригласили партнёров, которые принимают участие в этом слёте. Это и банковские организации, это наш уже большой друг. И наш основной партнёр – это отделение Национального банка по республике Саха-Якутия, это Банк России, да, вот, они наши большие друзья. И вот первое мероприятие как раз оно будет посвящено финансовой безопасности. Это очень острая тема, об этой теме нужно говорить постоянно, и мы о ней будем говорить постоянно, и в наших библиотеках мы будем проводить эти мероприятия, пока каждый якутянин не будет знать, да, все вот эти основные правила финансовой безопасности. Хотела сейчас один вопрос задать, да, вылетело из головы, но ничего страшного. Ожидает, получается, в течение двух дней очень много и мастер-классов, и тренингов, да, и получается, какие мероприятия потом смогут на местах посетить библиотекаря после вот такого большого слёта? Что станет итогом этого мероприятия? Ну, мы вообще, наша мечта, это то, чтобы библиотекарь и республики влились в нашу работу, да. Чтобы это был не только сетевой проект, да, по основам финансовой безопасности, скажем, да. Я очень благодарна вот нашим коллегам из Усть-Алданской централизованной библиотечной системы, Мегина-Кангаласкин, Абыйскому Лусу, да, что вот они так нас поддержали, и тоже будут работать по этому направлению со своими читателями, со своими посетителями. И у нас уже есть опыт, что мы передали, допустим, свои знания, свои методические наработки, и мы вместе с каждым филиалом, который приходит к нам на такие семинары-практикум, мы разрабатываем годовой план мероприятий, и включаем это всё именно в программу мероприятий нашей централизованной библиотечной системы. Ну и, естественно, совместно реализуем их уже с теми филиалами, которые к нам подключаются, становятся членами нашего волонтёрского центра. Ну, то бишь, получается, что будет принят такой план на год, который смогут уже влиться в библиотеки по всей республике. Это было бы очень здорово. Это было бы круто вообще. Это наша мечта, скажете, да. Да, это наша мечта. Кроме Мегина Конголасского, вы сказали ещё, Усть-Алтанская. Усть-Алтанская централизованная библиотечная система. Директор Акаёмова Варвара Николаевна. Спасибо ей большое за поддержку, что отправляет. Вот целых четыре сотрудника у него будут обучаться завтра, послезавтра. Замечательно. Посмотрим. И Сабыйского улуса, вот из такого... Это самый дальний, наверное, район. Это самый дальний, самый северный наш район будет. Тоже здорово, что вот они нас посетят. Ещё школьные библиотекари есть, городские школы, да. Это международная арктическая школа. Дворец детства. Дворец детства. ДТК, Центр чтения, да. ДТК, Центр чтения тоже активно они записывались у нас. Ну как раз им, наверное, будет очень интересно про и те же самые финансики, да, про методические наработки. Конечно, потому что мы же уже видим опыт наших коллег из Горного улуса, которые провели уже два, по-моему, или три мероприятия сами, самостоятельно, благодаря тому, что вот мы провели этот семинар-практикум, составили план мероприятий, дали им методические разработки, которые мы сами использовали в своей работе, да, и они уже имеют практический опыт. И уже самостоятельно, без привлечения нас, как экспертов, да, уже сами проводят такие мероприятия для населения, это же здорово. И это не разовые какие-то, ой, точнее, это не одна какая-то лекция, это, по-моему, большие мероприятия. Да, это большие мероприятия, потому что, помните, был фестиваль у них по финансовой грамотности, потом они проводили ещё серию уроков, то есть, ну, это здорово. Ага, давайте вернёмся к продуктам централизованной библиотечной системы. Мы знаем ещё, что есть видеоуроки, да, по финансовой грамотности, это и по налоговым вычетам, и по страхованию, кредитованию. Да, действительно, у нас уже накапливаются, да, такие продукты. Я призываю зайти на сайт централизованной библиотечной системы и спокойно, не спеша, вот, познакомиться с таким проектом в разделе «Проекты». Там есть онлайн-школа финансовой грамотности. Да, и не устану повторять, что эти уроки очень полезны. Почему? Потому что мы их разрабатывали от простого к сложному. То есть, там, с первого урока, если заходить на первый урок, то можно понять азы финансовой грамотности и затем уже переходить к более сложным темам. Самая сложная тема, конечно, это тема инвестирования. И самая интересная, и самая востребованная тема. Если смотреть по количеству просмотров, то да, уроки как раз по инвестициям. И по запросам. Да, эти уроки самые популярные у населения, и получается, что они больше имеют отзывов. Но в этом году мы запланировали обновить наши уроки, и всё-таки мы будем привлекать экспертов и продолжать дополнительно. Мы отснимем ещё серию и постараемся раскрыть уже более детально некоторые моменты. Потому что цифровая экономика развивается, появилось множество дополнительных информационных ресурсов наших государственных органов власти. Это и проекты Минфина, это проекты Банка России. И всё-таки хотелось бы, чтобы население понимало то, что нужно получать информацию от официальных источников. А самым достоверным источником информации всё-таки является библиотека. Потому что у нас все книги, у нас все журналы, все информационные ресурсы, это всё у нас. И только библиотекарь может сказать, где правильно найти, что и где подскажет, как правильно найти информацию. Ещё я хотела бы обратить один момент, что у нас разработана методичка с 10 уроками с 1 по 4 класс. Мы продолжим разговор чуть позже после рекламы. Давайте прервёмся, оставайтесь с нами на линии. И мы продолжим буквально через пару минут. Мы продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о финансовой грамотности, о том, как библиотеки помогают населению финансово просвещаться и не попадаться на уловки мошенников. Представлю снова наших гостей. Нергуяна Решетникова, директор централизованной библиотечной системы города Якутска. И Рита Якушева, главный библиотекарь библиотеки филиала номер 4 «Встреча». Мы говорили о том, какие проекты есть у библиотечной системы города Якутска, какие мероприятия проводят библиотекари. И мы начали говорить о методических разработках, которые могут применять в своей работе библиотекари из других районов, а также школьные библиотекари и учителя. Елена Петровна? У нас разработано такое методическое пособие, как разработка 10 уроков для детишек с 1 по 4 класс на основе мультфильма «Финансики». Это такое пособие, которым стоит гордиться. Его совершенно бесплатно можно скачать, посмотреть тоже на нашем сайте библиотеки города Якутска. И самое главное, что методическое пособие заинтересовало национальную библиотеку Бурятии и Ямало-Ненецкую национальную библиотеку. И вот эти «Финансики» у нас заговорят на бурятском и на ненецком языках. Что здорово, что у нас уже вот это идёт распространение не только по республике, получается, но и по России уже идём небольшими шажками. Да, здорово. И в будущем хотелось бы, конечно, нам стать методическим центром именно по работе с населением, по устранению финансовой неграмотности, скажем. Это тоже наша большая мечта, большая цель. Надеюсь, мы этого добьёмся. Наверное, первый слёт волонтёров финансового просвещения, который как раз-таки завтра начнётся, это первый шаг к этому. Да, да. К этой цели. Да, мы очень на это надеемся. И кроме методических пособий, которые предназначены детям, мы ещё хотим разрабатывать методические пособия для взрослых. Так мы в рамках фестиваля «Серебряная нить» уже подготовили справочник по финансовой безопасности для взрослого населения. И он уже практически готов для печати. Это будет на двух языках же, да? На якутском и русском? Мы хотим, да, пока на русском, а в дальнейшем он будет и на якутском языке обязательно, потому что нет ничего важнее, чем получение информации на родном языке, конечно. Да, конечно. Даже когда финансики перевели на якутский язык, просмотров было больше, да? Да, очень много просмотров мы получили. И самое главное, что ребёнок получает те главные знания по финансовой грамотности именно на родном языке и понимая вот это всё, условно говоря, напрямую. И родителям очень легко ребёнку объяснить. Даже мы рекомендуем и родителям тоже смотреть этот мультик. Действительно, финансовое просвещение начинается с малого возраста, с детей. Это когда малышу дают первую купюру денег в магазине и говорят «купи себе что-нибудь», да? И вот с этого начинается финансовая грамотность. И даже родители уже признаются, что дети сейчас намного больше знают о финансах, об инвестировании и учатся у детей. Конечно, нашим детям вообще повезло, потому что в школе с 2022 года введён урок «Финансовая грамотность» в рамках изучения таких дисциплин, как общество знаний, информатика, математика, да, то есть таких основных дисциплин. И поэтому они, ну как дети, получают знания по финансовой грамотности буквально с раннего возраста. Ну, а меня, например, мне чуть больше 40, да, меня никто не учил финансовой грамотности. Этой финансовой грамотности я училась самостоятельно. Ну и как каждый из нас. Набивая шишки. Набивая шишки, да, путём проб и ошибок. Но это опыт, и этот опыт есть у каждого из нас, и у наших зрителей, радиослушателей этот опыт тоже есть. Если они смотрят постоянно наши эфиры, то я думаю, что у них уровень финансовой грамотности уже стал повыше. А если ещё они будут ходить в наши библиотеки, да, постоянно станут нашими постоянными читателями, будут посещать наши мероприятия, то, конечно же, они повысят свой уровень финансовой грамотности, ну не до экспертов, но до того момента, чтобы защитить, ну... Не поддаваться у вас к мошенникам. Да, и защищать свои права как потребителя финансовых услуг, так это очень важно. И тут финансовая грамотность, она неразрывно связана сегодня и с цифровой грамотностью, с тем, что... Потому что не только звонят сейчас, это и сайты изобретают, да. Фишинговые сайты, да. И тоже нужно быть очень внимательным. Ну тут тоже такой, в принципе, очень простой действенный способ защиты от такого вида мошенничества. Это не переходить по ссылкам, которые приходят в мессенджеры, и стараться не открывать письма от неизвестных адресатов. Если вам пришло, например, письмо на электронную почту с ссылкой на какой-то документ или на рисунок, или еще на что-то, на какую-то фотографию. То есть ни в коем случае не переходить, потому что есть вероятность, что вы можете подхватить вирус на то устройство, с которого вы будете переходить по ссылке. Так мошенники получают доступ и к мобильному банку, и получают доступ полностью к мобильному устройству или к персональному компьютеру, если не установлена, например, или не обновлена антивирусная система. То есть тут мошенники, они ведь не сидят на месте, они ставят перед собой задачу обмануть наибольшее количество граждан, поэтому они каждый день изобретают все новые и новые способы. Но единственный момент – это защитить себя, это соблюдать необходимые правила цифровой гигиены. Как ранее Нюрган Петровна сказала, что информационной культуры, и вот эти моменты, они очень важны. Нюргана Петровна, в библиотеке ранее работали вообще все библиотеки по стране, работали разрозненно, у кого какие мероприятия были. Сейчас мы в самом начале нашего эфира говорили о том, что существует и грантовая поддержка библиотек в сфере финансовой грамотности. Мы знаем, что в этом году библиотекари централизованной библиотечной системы стали участниками слёта волонтёров и просвещения страны. Да, в 2023 году как раз мы говорили ранее, что выиграли грант Ассоциации развития финансовой грамотности. Наши сотрудники съездили на этот слёт, приехали вдохновлённые, потому что они повстречались там со своими единомышленниками. Много идей там тоже, да, их сподвигло, да, вот это посещение. Всё равно нужно ездить, общаться со своими коллегами, единомышленниками, потому что действительно жизнь не стоит на месте. Мошенники тоже идут, да, впереди. Поэтому я считаю, что вот такие встречи, такие поездки очень нужны сотрудникам библиотек особенно. Ага, и плюс ещё сотрудники выступили как эксперты на площадке. Да, выступили экспертами. Тоже большой резонанс, большой интерес вызвало это выступление, да, что где-то вот в маленьком городе Якутске, оказывается, ведётся такая большая, планомерная, системная работа по всем, скажем, да, сегментам возрастов. Это и с пожилыми, и с детьми, и с подростками. Так что я думаю, что мы идём в правильном направлении. Хотя многие спрашивают, а зачем вот библиотеки, да, они ещё обучают нас и финансовой грамотности. Но мы не должны забывать, что финансовая грамотность — это большой пласт информационной культуры человека. Вот те же, да, вот сайты, ссылки, вот не надо никуда переходить. Да, и это очень большой запас литературы, которую можно прочитать. Ведь есть и произведения русских писателей, зарубежных писателей, есть и специальная бизнес-литература, которую, прочитав которую, ты получаешь тот необходимый опыт, необходимый для, например, открытия собственного дела или для ведения личного бюджета. Ведь лучше прочитать чужой опыт и изучить его, чем набивать шишки самостоятельно. Собственный, да. И библиотекарь, особенно если он является волонтёром финансового просвещения, он может прямо рекомендовать необходимые книги. И ведь наши заведующие библиотеки, они как составляют? Они же составляют заявки на книги, и они же выбирают эти книги, пополняют фонд собственной библиотеки и как раз с учётом запросов своих читателей. Это очень важно. И тогда читатель уже приходит в свою библиотеку, в привычную, в которую он ходит постоянно, и получает всю информацию, начиная от классической литературы, заканчивая литературой, которая поможет ему открыть собственный бизнес. Давайте поговорим о планах и мероприятиях, которые ожидаются до конца этого года, что ещё будет проводиться, какие планы? Какие у нас планы, Дергеяна Петровна? Планов у нас очень много. Хорошо было бы, чтобы нас поддерживали наши коллеги с Улусов, да, республики, с России. Что у нас там по финансовой грамотности? По финансовой грамотности у нас идёт преакселератор, то есть до конца этого года мы будем его реализовать. Каждую субботу ребята будут встречаться в смарт-библиотеке, работать, участвовать в тренингах, в уроках, будут генерить бизнес-идеи. И потом защищать свои бизнес-проекты. И это на самом деле самый такой основной момент и самый основной проект сейчас до конца года, на который мы делаем упор. Потому что хотелось бы, чтобы во втором преакселераторе уже и бизнес-проекты были немножко другие. И да, и ребята получили такой уже более глубокий какой-то... Ну, первый пилотный проект, он был, конечно, классный, но второй уже к нему мы подходим более ответственно. Потому что я же сказала, что дети пришли туда по рекомендациям, и не хочется ударить, бля, с лицом прямо перед нашими детьми. И хочется, да, чтобы они прямо... Да, и хотелось бы, чтобы этот преакселератор поддержали, вот как я уже сказала, нашу Лусну. Потому что детей таких активных, больших таких молодцов у нас по всей республике же много. Было бы круто, чтобы это стало франшизой, конечно, да. По всем библиотекам каждую осень начинать и проводить до конца года. Я думаю, что в любом случае это полезное мероприятие, и мы найдем партнеров. Будут ли еще уроки от волонтеров-экспертов? Конечно, конечно, будут. И эти уроки, мало того, что они будут, они будут системными и систематическими. И у нас в библиотечной системе планируется очень много массовых мероприятий, в рамках которых также приглашены будут эксперты. И эксперты не только в сфере финансовой грамотности, но и финансовой информационной безопасности. Буквально вот в октябре мы ожидаем приезд наших таких партнеров уже, да, это члены Лиги безопасного интернета. То есть здесь вот мы будем тоже совместно работать, потому что, ну, есть над чем, есть куда стремиться, есть чему учиться, и есть чему учить, самое главное. Ну, и самое главное для меня, вот как директора, скажем, да, обратная связь от наших пользователей, которые вот прошли вот такое обучение. И они говорят, очень доступной форме, очень понятно. И главное, они говорят, никто не злится, если переспрашиваешь несколько раз. Ну, это самое дорогое, что вот в нашей работе, да? Вы сказали, что как методический центр было бы хорошо, чтобы работала централизованная библиотечная система. А есть уже какой-то опыт того, что библиотекари обучали коллег, проводили семинары, может быть? Ну, вот в этом году по приглашению наших коллег из Горного Уса, я знаю, да, ездили в Ус-Алданский район, тоже проводили мастер-классы, да, вот каким образом выстраивать всю эту работу. Потому что из первых рук это всегда интересно, это всегда полезно. Это не где-то вот мы читаем, да, в теории, а люди, которые вот руками всё сделали и приезжают к тебе делиться опытом. Хангалаская ЦБС тоже участвовала в наших мероприятиях. То есть здесь нам уже удаётся вот привлечь внимание наших коллег, и у нас получается привлекать их к нам на обучение. То есть мы, когда проводим вот эти вот практические семинары, практикумы, мы просто вот не получаем как просто слушателей. Мы получаем именно соучастников, соорганизаторов. То есть мы уже, получается, начинаем работать над совместными проектами. И это очень здорово. Ведь чем больше будет у нас партнёров по всей республике, тем больше вероятность охватить население, да? Да, и повысится вот наша информационная культура. Да. А какие обучения, они с выездом проводятся, либо это только в городе Якутске или онлайн, возможно? Ну, обучение у нас бывает в оффлайн и онлайн форматах. По приглашению вот сотрудники могут приехать. Вот, допустим, как я уже говорила, ездили в Горный, да, в Уссалданский район, в Хангаласы ездили. И мы с большим удовольствием приглашаем к себе. Никогда не отказываем нашим коллегам. Всегда открытых сотрудничеству. Так что добро пожаловать в смарт-библиотеку. Так что могут обратиться к руководству и запланировать дату, да? Да, конечно. Это уже все отработано. Составляем договор. И по финансовой грамотности, обмен опытом, я так понимаю, что совершенно бесплатно? Это все совершенно бесплатно. Только надо записаться в библиотеке, да, стать читателем библиотеки, и все бесплатно. Какие еще мероприятия ожидают наши посетители по библиотечной системе? Так, ну до конца года. До конца года или в течение до конца года? Так, ну мы запланировали, вот у нас пройдет первый республиканский слет, потом у нас будет преакселератор. И в конце года мы все-таки хотели сделать какое-то итоговое мероприятие, где отметить те филиалы, которые ведут наиболее активную работу в сфере финансового просвещения. И это не только городские филиалы, но и республиканские. Республиканские районы имеете в виду? Районы, конечно, да, районы. Давайте поговорим о мероприятиях, которые прошли в горном районе, потому что это была первая такая инициатива, да, когда житель села Бердегестяк, да, сама пригласила, нашла. Расскажите об этом. Ирина Алексеева, она пригласила нас в рамках своего проекта, который она ведет как неравнодушный гражданин. Она является попечителем граждан с ограниченными возможностями здоровья. И у нее там семьи, которые воспитывают детей с УВЗ, да, детишки, которые имеют какие-то, ну, которые хотят изучать финансовую грамотность, но они не имеют возможности получать информацию, допустим, ну, из, ну, тогда они не знали, как, где, где эту информацию вообще, в принципе, можно получать. Ну, обратилась к нам. Мы, естественно, выехали, с нами были волонтеры финансового просвещения. Это Светлана Александровна Платонова, которая является постоянно волонтером библиотечной системы города Якутска. И у нас образовался такой десант. И когда мы приехали, естественно, мы провели сначала теоретическую часть, потом у нас была практическая часть, ну, а с детьми мы учились копить деньги. Такая простая система, которая ему очень понравилась. И надо будет проверить, кстати, у Ирины спросить, каковы же результаты этого мастер-класса, потому что... И сколько накопили, да. И самое главное, сколько накопили, потому что мы с детьми же делали даже эти... Копилки. Копилки. И на копилочках мы рисовали специальную таблицу, по которой они должны были откладывать деньги. Каждый ребёнок, откладывая согласно этой таблице, должен был накопить 5050 рублей. А некоторые даже захотели накопить в 10 раз больше, то есть 50500, да. Замечательные мероприятия проводятся. Спасибо огромное, уважаемые гости, что пришли сегодня в студию, рассказали о деятельности библиотек в сфере финансовой грамотности. Желаю вам прекрасного слёта, чтобы библиотекари вдохновились деятельностью, вдохновились новыми идеями, начали у себя на местах уже реализовывать мероприятия по финансовой грамотности, стали членами Центра волонтёрского города Якутска. Ну и желаю, конечно же, чтобы проект «Уновань школы финансовой грамотности» дальше развивалась. И спасибо зрителям и слушателям за то, что вы были с нами в это время. До свидания.